И так, ну что ж, Арияру, мои маленькие любители покушать и космических путешествий. У микрофона, как всегда, ваш покорный слуга Мамуру и эта великолепная игрушечка Факторио с модом Кроссторио 2 и Space Exploration. За кадром, как я люблю это говорить и всегда об этом говорю, произошли кое-какие маломальские к какой-то степени изменения на планете Дракет, на которой мы с вами в прошлой части остановились. Я по-прежнему занимаюсь благоустройством, практически тут все достроено. Немножечко нарастил себе станции по выработке электроэнергии, оградил все это пространство турелями на случай, если всякие вероломные кусаки захотят к нам прийти. Есть тут немножечко ремкомплектов и самое главное, что добыча организована. И здесь, в принципе, курсирует поезд, который практически готов отправлять себе необходимые ресурсы. Но там еще нам предстоит немножечко разобраться с этим, ведь этому поезду еще необходимы капсулы доставочной пушки, которые, как ни странно, нужно сюда доставлять. Я здесь уже подготовил необходимый сундук, в принципе, в который будут доставляться все компоненты. Но и также, я очень давно это хотел сделать, и тем не менее, я это наконец-то сделал. Вот токенная станция производства противометеоритной обороны. Тут вообще нет ничего сложного, обычная схема, аккумуляторы, зеленые схемы и стальные пластины производят противометеоритные снаряды. Они складируются в поезд в будущий, который здесь будет размещен. И по каждым временным вариантам здесь размещены противометеоритные пушки с рушной загрузкой суда противометеоритных снарядов. Хочу протестировать и посмотреть, как они будут работать, что нам будет писать в случае этого. И в будущем я эти все противометеоритные снаряды буду доставлять на орбиты и уже там где-то размещать. Но здесь же для начала я хочу настроить так, чтобы все эти пушки доставляли ресурсы прямиком вот в эту доставочную пушку. Также они должны обязательно в формате действовать по уже приготовленной схеме. Все пошло. По идее, креонид начал здесь копиться. Я тут уже пытался посчитать необходимое количество предметов и соотношения, которые могут здесь понадобиться. То есть первым делом, в любом случае, весь креонид, который здесь поступает, должен попадать в измельчители. Измельчители я уже сделал. Это не дробилки, которые мы делали с вами. Это немножечко новый блок. Даже так стоять. А это я не планировал. Погоди, а почему тебя нельзя строить на астройде? Что за чудеса? Это очень рушит все мои планы. Ой, как всегда получается. Хорошо, что креонидовые стержни, в принципе, мы можем сюда отправлять. Так что давайте, пожалуй, этим и мы и будем заниматься. Значит, предстоит нам обрабатывать весь необходимый материал именно там, на той планете. И уже потом сюда все это доставлять. Ну и случилось то, о чем я так не хотел думать. И думал, что это никогда не произойдет. Здесь не хватает электричества. Всех этих солнечных панелей крайне не хватает. Поэтому я вынужден буду сейчас здесь проделывать колоссальную работу по модернизации всей этой базы. В том числе и по переделанию вот этой вот системы. Но для начала мне нужно туда, конечно же, отправиться. Ну вот я и здесь. Решил немножечко расширить территорию, пока есть возможность. А все потому, что здесь нам потребуется что-то в виде сгораемого топлива. В качестве горючего материала я, конечно же, выбрал уголь как легкодоступный. Я мог бы доставлять реактивное топливо прямо с наивиса, но я решил то, что буду пока обходиться именно углем. Как минимум, благодаря углю я смогу еще и запитывать энергией нашу базу, на крайний случай. И мне может это сыграть очень хорошую службу. Ну а пока я здесь расчистил себе территорию и будем сейчас налаживать производство. Первое, что мне нужно сделать, разместить 8 измельчителей. И, как я понимаю, с вот этими красными конвейерами. Как это должно выглядеть, я вообще не представляю, так что будем импровизировать, как всегда. Если я все правильно понимаю, здесь должен быть рецепт крионит. Вот он. И мы получим сам крионит, плюс еще и побочный ресурс в виде песка. Не очень, конечно, это меня радует. То, что есть побочный ресурс, но, как я понимаю, его копится достаточно маленькое количество. И, пожалуй, я им сейчас и хочу воспользоваться. То есть у меня вот здесь вот будет линия, куда весь песок будет загружаться. Он потом будет грузиться в контейнеры и из контейнеров, скорее всего, потом уничтожаться. Отсейка его будет происходить путем обычных разделителей. Нет пока предположений, сколько именно здесь потребуется вот этих вот цехов. Но пока я делаю его один, на большего вроде как у меня не хватит ресурсов. И в любом случае ресурсы я хочу пока что экономить. И все это единым скопом идет в один мой сундучок. Все готово. Песок. Он пока что здесь. Давайте его. Почему бы и нет? Будем отправлять в дробилку. Раз есть возможность. Я так понимаю, он дальше нигде по ходу крафта не используется. И в принципе нигде здесь не используется. Мы могли бы сделать стекло, электролиз. Оцыпку, кстати, могли бы сделать здесь. И, пожалуй, вместо уничтожения именно это я и буду делать. Как мне кажется, это наилучший вариант. То есть это как бы и не уничтожение. Территорию это не загрязняет. Но с другой стороны, что-то я даже полезное смогу с этого процесса получать. Все готово. Песок начинает складироваться. Успешно причем образом. Так, а здесь я получаю большое количество, даже слишком большое количество. Это креонитовые пыли. Следующий этап ее переработки заключается в том, что, как ни странно, мне нужен именно пар здесь. Пар, как я уже и говорил, я уже знаю способ для получения. И сейчас как раз этим и займемся. Для полного погружения мне, конечно же, нужно будет сейчас немножечко себе насосов. И вот эту вот линию угля провести вот от сих пор до где-нибудь вот здесь вот, наверное. Или я не знаю, или вот здесь вот будет организовано все это производство. Пока не знаю. Воду начал собирать. Сейчас нужно будет уголь тоже собирать. Его, конечно, маловато здесь. Но потом, я думаю, в любом случае, мне придется размещать здесь аванпосты. Что очень делать не хочется. И уже я вижу здесь реально большое количество кусок. Их же не было здесь так много. Когда они успели расплодиться? Что за негодяи? Думаю, вот эта электростанция, которая здесь будет размещена, нужна будет только для производства пара для тех нужд. Поэтому ничего сверхъестественного, конечно же, мы не изобретаем. И делаем все в привычной нам манере. Вода подведена. Ну и наши любимые твердотопливные манипуляторы здесь размещаются. А значит, я могу вот этот весь пар, который здесь производится, успешно собирать в большой резервуар, из которого уже будет дальнейшая разводка проведена. Пошло небольшое загрязнение. Я бы сказал, даже очень большое загрязнение. Надеюсь, ни к чему негативному это не приведет. Как-никак здесь круговая оборона какая-никакая есть. И я предпочитаю надеяться на лучшее. Пара имеется. Так, благодаря пару, теперь я могу брать химические заводы и делать корионитовые кристаллы. Вот этот рецепт. Его здесь размещаю. И я вижу то, что мы здесь будем получать воду. Причем много воды. И по-хорошему, знаете, что я думаю? Ее по-хорошему пускать бы обратно в оборот. Но пока я не представляю, как именно я должен это делать, учитывая, что у нас вода добывается в бесконечном количестве. И там как бы места, возможно, не хватит под дальнейший оборот. Возможно, придется настраивать логику. Вот я практически все предусмотрел. Все ресурсы, которые мне нужны, будут в плане обороны. Но не предусмотрел тот вариант, что мне может не хватить здесь труп. Хотя бы железные есть, и на том спасибо. Я совершенно не заметил то, что нам здесь понадобится мазут. Причем так, в приличных масштабах. Сюда, видимо, его придется доставлять бочками. А потом куда бочки девать? Ай, как все не просто здесь, конечно же. Это вот, я просто в шоке. Первоочередное, что я хочу сделать, вывести отсюда воду всю по максимуму. И дальше уже пытаться куда-то что-то ее деть. Так-то по-хорошему ее нужно в обратку пустить. Вот сюда вот. Я думаю, это нормальный вариант. Без всякой логики. Здесь в принудительном формате сейчас будет закачиваться вода в эти баллера. В резервном формате я сделаю здесь, конечно же, сброс воды. Вдруг она переполнится. Ну или вдруг еще что-нибудь незапланированное случится. И так, я думаю, у нас все нормально получится. Давайте пробовать что-ли запускать. Это все безобразие. Ставлю, чтобы пар шел сюда по трубам. Сейчас все кристаллы необходимые погружаются в сундук. Но меня больше интересует вот этот момент с водой. Она успешно сюда даже пошла. Здесь вода не копится, а здесь она успешно есть. Но это только потому, что там вода есть на крайний случай. У меня есть даже идея получше, как это запустить. Точно, я придумал. Я сделаю так, чтобы вот эта помпа работала всегда. А вот эта включалась только, когда воды в этой штуке меньше или равна 100 тысячам. То есть пока воды здесь меньше, работают все те насосы. А когда ее становится больше, работает вот этот насос. И успешно вот эти баллеры работают. Мне останется лишь подвести вот эту помпу, которая бы выкачивала всю жидкость из вот этого безобразия. И нормально все должно работать. Все до ужаса просто. То есть вот эта схема завершена. Кристаллы из корионита я получаю. И останется не самое простое. Нужно придумать схему, как бы мы могли сюда привозить мазут. И в то же время оставлять здесь бочки. Пока ничего путного в голову не лезет. Если верить соотношению, которое получили мы в итоге в калькуляторе, то получается порошка должно загружаться 0,2 на линию. И вот этого корионитового кристалла должно загружаться 0,2 на линию. И как раз у нас после вот этой линии химических заводов остается 0,2 единицы порошка. И вот эта вот схема должна работать наилучшим образом. А значит мы просто выводим это все безобразие вот так вот. И здесь мы значит размещаем печки в количестве 15 единиц. Так, стоять. Я только сейчас подумал, какой мазут печки. Как я должен мазут в печку заставлять? Что? Где, тем более, тут рецепт? Что-то явно не идет не по плану. Вот. А это уже более точный вариант. Промышленная печь, продвинутый или центр термодинамики. У меня... Потому что нет уже возможности поставлять в электрические печи все это безобразие. Теперь пазл-то сошелся. Промышленные печки. С недавних пор я могу их создавать. Да, но только одну штучку. Мне не хватает стали. У меня закончилась вся сталь, которую я сюда привез. Мне ее критически не хватает. Из-за того, что кусаки прям норовят, прям спавнятся, прям вот так вот. Я не понимаю, как так происходит. Я не понимаю, почему они могут спавниться вот так вот вплотную. И из-за того, что это так происходит, думаю, мне придется в каждом таком аванпосту впредь размещать пост артиллерии, наверное, которая смогла бы такую штуку зачищать. То есть не поезд, но отдельная такая штука, которая бы успешно со всем справлялась. Пока, конечно же, временным вариантом я буду размещать проекты печек. А потом сюда довезем все остальное. Опять? Серьезно? Я только что отсюда ушел. Я буквально секунду назад отсюда поезд увел. Почему ты опять здесь появился? Что за бред? Здесь у меня не осталось. Труп, который я мог бы размещать. Не осталось стали, чтобы я мог построить еще парочку таких печек. Не осталось практически ничего. К сожалению. Даже конвейер начинает потихонечку заканчиваться. Но прежде чем улетать обратно за ресурсами, я хотел бы посмотреть такую немаловажную вещь. И, как я вижу, здесь есть сырая нефть. Это очень хорошие новости. Ведь я могу с помощью сырой нефти получать мазут прямо здесь. Как я вижу, нефть имеется вот здесь, причем в больших количествах. Поэтому я сейчас лечу домой за всеми необходимыми ресурсами для этого. В итоге у меня получилась вот такая вот небольшая схемка. Пока что я не затрагиваю вот это месторождение нефти. Но потом, если вдруг не будет хватать мазута, то обязательно его нужно будет затронуть. Обычная стандартная добыча. Обычная стандартная оборонка. Небольшая переработка в приоритете на мазут. У нас мазут здесь собирается. Остальные две жидкости по истечению какого-то количества будут уничтожаться. И весь мазут в итоге собирается и приходит вот сюда. Вот. Я завершаю эту систему. Ставлю здесь необходимый провод. Вот и печи пошли и начали здесь производство. Замечательно. Я уже начал здесь подготовку. И доставочные пушки здесь потихонечку более-менее начинают собираться. По идее я сейчас их включил. И они должны отправлять, начинать весь необходимый инструментарий прямиком на орбиту. Как я вижу, тут очень медленная скорость. Но по идее это все же должно нормально собираться, разве нет? Восемь таких промышленных печек. Наверное, так и должно работать крайне медленно. Но по расчетам этого количества должно хватать. Главное, чтобы у нас сейчас не было просадок излишних по электроэнергии. И временно пока что я только одну доставочную пушку буду эксплуатировать. А-а-а-а, я понял, почему не отправляется ничего. Я совсем забыл о том, что нужны сюда капсулы. Да уж. Так лохануться только я мог. Ладно, сейчас это исправим. Теперь я сделал так, что у нас капсулы доставочной пушки будут немножечко. Немножечко в другом месте. И останется лишь только их туда перенести. Ну, это с помощью конвейеров я сделаю. Получается, эта база теперь должна работать автономно, без нашего участия. И останется лишь сделать так, чтобы эта ракета сюда прилетала без нашего участия. Но этой автоматизацией, я думаю, займусь за кадром. Поскольку еще не точно знаю, как это все должно происходить. Главное, что сюда пошли капсулы доставочной пушки. Сейчас нужно их загрузку здесь сделать. И по идее пушки начали стрельбу. И вот стержни попадают на орбиту. И эти стержни мы с очень большой легкостью, конечно же, можем теперь использовать. Основную цель на эту серию мы с вами успешно выполнили. Особенно добычу корианита. На самом деле, как я понимаю, большая часть из необходимых ресурсов для вспомогательных исследовательских пакетов уже выполнена. Дальше останется мне сделать всего лишь прохладную жидкость и какие-то данные о машинном обучении. Насчет прохладной жидкости. Она делается в биохимическом центре. И как я понимаю, он должен быть размещен в космосе. Он и в принципе делается на космической станции. Ну и этим и многим другим, я думаю, мы уже будем заниматься в следующей серии. Мне за которым предстоит в качестве подготовки отправить на орбиту попутный нефтяной газ, чтобы мы там с легкостью могли получать серу и мазут, так необходимые нам. Но это уже будет в следующей серии. Ну а пока на этом все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был как всегда. Ваш покорный слуга Мамору. Еще услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok